Мужская идентичность по-разному воспринимается. То есть отец говорит, мужик равно бабке, ты должен быть властным, богатым, увеличивать свои ресурсы денежные. А сын говорит, нет, мужик вообще не про это. И его занятие, он не говорит, что мужик должен архитировать, он говорит, просто вообще это разные вещи. То есть отец бьется за мужское, а сын за самореализацию. Ну я же мечтаю, чтобы она была другой, а мне, блин, приходится ей помогать. А если я принимаю, что она инфантильна и без помощи не может, то возможно и чувства другие при этом. Не очень понятно, как вам кажется, что испытывает сам ребенок. Вот сильный интерес он испытывает, вы пишете, но сильный это вот ваша все-таки интерпретация. Что значит сильный? Несколько раз в день трогает член. Честно говоря, в этом случае, шутка, я тоже испытываю сильный интерес своего члена до сих пор. Подкаст три пункта, подкаст три пункта, подкаст три пункта, подкаст три пункта. Друзья, всем привет. Это подкаст три пункта «Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мои ведущие гости подкаста отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений. И сегодня здесь с вами, как всегда, я, Гоша Голшев, психолог, гештальтерапевт. Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. И у нас снова гость, и это... Алена Кужеева, клинический психолог, гештальтерапевт, супервизор, ассоциированный тренер общества практикующих психологов «Гештальтподход». Класс. Да, я собираю как-то флэш-рояль. Ты комьюнити, Гош, собираешься, я тебе так скажу. Похож. Вот, да, мы с... Гоша просто пробует разные гостей, чтобы, наконец, меня выкинуть из подкаста. Вот, ну, что мы знаем о параденальном бреде, вот то, что говорит Александр Гавриков. А здесь, да, вот мы... Был Денис Андрющенко у нас был в эфире, и Аленок уже, и вот мы троем даже работаем вместе. Поэтому, Алена, привет, ура, что ты пришла. Спасибо, что позвали, очень было интересно посмотреть, как тут у вас. Класс. Да. Ну, а у нас выпуск, собственно говоря, про отношения родителей и детей, и там очень много разных аспектов. Отношения детей к родителям, отношения уже взрослых детей к родителям, отношения родителей к взрослым детям, или отношения родителей к маленьким детям. Какие-то различные взаимоотношения между сыновьями и отцами, или дочерьми и отцами, сыновьями и матерями. Ну, в общем, полные конфигурации, разные вопросы. Их, на самом деле, очень много. Мы взяли 13, посмотрим, сколько мы сегодня успеем. Но еще больше мы не взяли. И тоже мы обсуждали до эфира, что некоторые вопросы как будто бы даже не в психологический подкаст. Потому что там нужны не наши пункты, а действительно помощь, например, подросткового телефона доверия, чтобы обратиться за помощью психологической, а, возможно, юридической по ситуации в семье, или там взрослого телефона доверия, про отношения между уже взрослыми членами семьи, в том числе, может быть, и полиции, или там, допустим, фонда насилия нет. Вот я думаю, что в начале этого выпуска просто нам важно сказать, уже слушатели, не стесняйтесь иногда обратиться за помощью хотя бы пока анонимно, чтобы получить консультацию специально анонимно по телефону доверия. А потом, может быть, и не анонимно, не психологической, потому что некоторые ситуации реально относятся к категории насилия в семье, физическое насилие в семье. И тут наши комментарии будут только, ребята, вам нужно обращаться за помощью правоохранительной, либо вот фонд, допустим, насилия нет. Да, это очень важная ремарка, Гоша, спасибо. Ну, а вот так, давайте, мне кажется, приступим к вопросу. Да, поехали. Первый вопрос. Мы с отцом не близки, но не могу избавиться от чувства, что он прав. У меня арт-мастерская, у него бизнес. Я, в принципе, своей жизнью доволен, но только до встречи с отцом. Отец мне говорит, что я живу ненормальной жизнью, что нормально – это как он живет. Мол, мужчина должен деньги зарабатывать и власть себе заполучать, чтобы уважали. Я лишь вижу, что такая жизнь – это полный бред и износ. Мой отец непонятно для чего эти деньги зарабатывает, выдумывает себе траты всякие, типа очередная машина или забор срочно поменять, который пять лет не простоял, или крышу поменять, потому что цвет какой-то не тот и так далее. Я реально не могу этим проникнуться, вкалыванием ради бессмысленных трат, ради несуществующих потребностей. Но, как я написал раньше, его слова меня подтачивают, не знаю почему. Может быть, вы знаете почему. Неужели он прав? Вот такой вопрос. – Да, ну вот, как и обещано, сын и отец, правильно? Ален, есть ли у тебя первый пункт? – Да, я вот думала, что я бы не подходила здесь с позиции прав или не прав. Ну, такими категориями, наверное, не рассуждала. А, наверное, я подумала о том, что тревожит нашего автора этого вопроса. Ну, то есть, какие у него тревоги есть в этом вопросе. Потому что, ну, прав, вот в своей жизни отец оказался прав. Он достаточно там успешен по тому пути, по которому он считает нужным идти. – Перекрывает крышу несколько раз. – Заборчик перекрасит там три раза в год. Ну, вообще, он прав. Он живёт так, как он считает нужным. А вроде молодой человек, думаю, молодой, пишет о том, что вроде ему всё нравится в его жизни. Вроде он выбрал совершенно другой путь и не очень одобряет то, как живёт отец. Значит, для него. Как будто он не очень прав. Но здесь вот этот вот конфликт такой внутренний как будто вот существует. И я бы тогда, ну, разбиралась, а что за тревоги, о чём тревожитесь вы там. – Что заставляет, правильно понимаю, что заставляет вас, может быть, сомневаться, да? Что вызывает сомнения или что именно в словах отца является для вас таким разбивающим, возможно, ваше убеждение? Вот такие вот вещи. – Да, да, да. Ну, либо, не знаю, тоже говорится о том, что дела идут хорошо, и артмастерская, и всё хорошо. Ну, может быть, есть какие-то тревоги, которые проскакиваются, ну, какие-то переживания. – А не называются. На самом деле, и он тоже иногда очень сильно волнуется, что мне хватит денег. – Ну, может быть, да. А тут встреча с отцом случается, и тогда вот это всё как будто… – А можно я продолжу? Я подумал, а что, если… Фантазия моя. А что, если вот как будто бы наш слушатель специально противопоставлялся какое-то время отцу, то есть я не буду таким, как он, и потом он сейчас думает о том, что… А вдруг я не прав? И поэтому вот эти, типа, сомнения закрадываются. Вдруг правда, типа, ну, успех – это вот то, как живёт мой отец. А я, ну, там, я вот не хотел специально какое-то время, там, быть как он, и поэтому я, там, творчески как-то развивался, завёл арт-мастерскую, тоже успешен в этом. Но вдруг вот это всё, типа, это не то, и он, оказывается, прав. – Это был не мой выбор, а это была моя протестная реакция на действия отца. – Ну да, поэтому я говорю, здесь я бы рассуждала не прав-не прав, а подходит и не подходит мне. И что мне подходит? Может быть, когда-то подходила арт-мастерская, а сейчас хочется, там, не знаю, новую крышу. – И заборчик поменяет, да. – Ну, это же действительно, вот я подумал, что очень сложно, когда, по сути дела, был такой антагонизм, и мне было важно, чтобы моя позиция, моё развитие в карьере меня устраивало, чтобы мне было важно, чтобы, ну, я сейчас не могу даже нащупать это слово, что как будто, когда я что-то делаю, что мне это получалось, и отец видел, что у меня получалось альтернативный способ жизни, что способ жизни отца не единственный правильный, а вот мой другой способ жизни тоже классный. – Тоже может быть успешный. – Да, но тогда я также вынужден могу попасть в ловушку того, что я не признаюсь самому себе, что в этом образе жизни меня что-то не получается, либо он везде меня устраивает, что я хочу быть чуть-чуть более меркантильным на самом деле, и перекрывать забор, может, не раз в пять лет или там в три года. – Но тоже перекрывать. – Но тоже перекрывать, за шесть. – То есть, и тогда мне придется признаться, что мой образ жизни не полностью антагонистичен отцу, и что на самом деле есть в нем и что-то очень похожее, и у меня есть похожие устремления. – И что от отца тоже можно что-то полезное цепануть, да? – Да, ну или, например, что вообще, вот если твою гипотезу, Саш, брать, что вообще я вдруг понял, что это я все делал, окей, мне тогда раньше это подходило, а сейчас я хочу тоже так же. Либо я хочу по-другому, но, в общем, арт-мастерская мне уже не подходит. Как будто вот в этом какая, может быть, подстава. – Ну да, я еще подумала, когда... – Давайте это вот был у нас первый, второй пункт. – Ага, и сейчас будет что-то уже совершение. – Ну, наверное, это уже будет второй пункт. Я подумала, что здесь еще, ну, как будто тема конкуренции, что ли, с отцом. Кто прав, кто не прав, кто успешнее, кто не успешнее. То есть вот такая, ну, в общем, тема не раскрыта, но вот есть вопрос в этом направлении. – Они же еще называют, ну, он выставляет претензии наш слушатель отцу, что тут его так тюкает. Но и наш слушатель, по-моему, вполне себе явно обозначает свое отношение к образу жизни отца. – Да, так стебно рассказывает про заборчики и прочие увлечения. – Ну, это бессмысленные траты, вот это все несуществующие потребности. Да, то есть он тоже, на самом деле, тюкает отца, может, не так откровенный и авторитарный, или, может быть, ярко, как отец, но внутренне он его уже тоже разложил нормально. – Да, так с фимарком. – Да-да-да. – Я подумал, прикольно, если они оба хотят получить одобрение друг от друга. – Блин, пап, ты такой молодец, что столько всего добился, и чтобы сын и тоже отец сказал, блин, ты такой молодец, у тебя такая классная мастерская. И вот они конкурируют ради одобрения друг друга. – Ну, а в этом смысле тогда иногда невозможно получить признание, потому что это как… и одобрение, потому что это как вообще несопоставим тёплое и холодное. Точнее, тёплое и холодное – это всё подходит, а вот тёплое и прямоугольное. Ну, то есть они как будто вот в словах нашего слушателя антагонистичны в плане бабок и чего-то ещё, но на самом деле у них немножко вообще разные. То есть у отца идея в том, что нужно развивать какой-то бизнес, увышать благосостояние. – Статусность. – Да, статусность. А у сына можно сказать антагонизм, но я не думаю, что он такой говорит, я хочу быть самым бедным человеком, повышать свою бедность. Нет, у него другая же история. Он говорит, я хочу, чтобы этот критерий на меня давлел минимально, а хочу, чтобы у меня был главный критерий моего развития – это искусство, создание и произведение искусства. и тогда, ну, как им друг друга признать, потому что если сын считает, что повышение благосостояния как цель жизни – это хрень какая-то, а отец считает, что если этим не заниматься, то искусство вообще никому не нужно, ему очень сложно друг друга признать, если только дать такую себе установку, что каждый может жить как хочет, но это же не каждый, это же твой сын или твой отец. Ну да, обесценивание часто присутствует в том месте, где не получаешь ценности какой-то, и тогда ах. В общем, это сложная история в плане того, чтобы все-таки разрешить другому, повосхищаться другим альтернативным успехом. Вот, не знаю, как отец-врач может восхищаться успехом сына, я не знаю, кого-нибудь. Тиктокера. Тиктокера. Ну, сложновато, сложновато, потому что, ну, я тут 10 лет учился, вот, а ты 10 минут снимал тикток. Я думаю, что просто есть, вот, и продолжая, мне кажется, твою мысль, есть же какие-то еще, мне кажется, социальные установки, типа, серьезная профессия, несерьезная профессия, это же очень большая такая, как будто бы, ну, установка. Ну, да, здесь еще держится... В моем опыте тоже мне там мама говорила, да, и папа говорил, что вот тебе надо получить серьезную профессию. Какая, блядь, серьезная профессия? Ну... А здесь еще даже не в серьезность, здесь мужская идентичность по-разному воспринимается. Да, очень в идентичность. То есть отец говорит, мужик равно бабке, ты должен быть... Властным, богатым. Увеличивать, ну, свои ресурсы денежные. А сын говорит, нет, мужик вообще не про это. Вот, и его занятие, он не говорит, что мужик должен артистить, он говорит, просто вообще это разные вещи. То есть отец бьется за мужское, а сын за самореализацию. И вот как будто они даже бьются за разное. Ну, что? Три пункта случились? Да. А вот подождите, сейчас секундочку. Может быть, вопросы. Неужели он прав? Вот это, Алена, твой первый пункт на это отвечает. Может быть, вы знаете, почему меня так подтачивают его слова? Ну, мы предположили. Ну, да, вроде бы все. Да? Да, 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 мне кажется. Вполне себе. Привет, ребята. Прослушав свежий выпуск, родился вопрос. Гоша, тебе отдельный привет еще от одного ребенка-художника. Здрасте. Я девушка, 32 года. Вообще, я та самая мама-менеджер из 108-го выпуска, только... Да, кто не слушал, послушайте из 108-го выпуска. Я к себе помню этот ответ. Да, да, да. Я тоже. Мой папа-художник, ему 74 года. Понятно, что творческим людям всегда было трудно, но в нынешние времена особенно. Раньше всех питерских художников кормили китайцы. Да, как ни парадоксально, русское искусство там очень ценится. Раньше это был целый китайский бизнес. Приезжали, скупали за недорого огромное количество картин, увозили в Китай и там продавали за миллионы. Так, папины работы, которые покупались у него по 1000 долларов в Китае, продавались за 120 тысяч. Но китайцам влепили большие налоги на вывоз предметов искусства, поэтому им теперь невыгодно покупать картины в России. Всё. Российским богачам картины не нужны. Им нужен пафос и айфоны. Так папа впал в творческий и жизненный кризис. Такое ощущение, что он больше не видит смысла продолжать жить. Много спит, мало двигается. Тут ещё и ковид подкосил, конечно. Ничего не хочет ни гулять, ни книги читать, ни с внуком играть, ни дом построить, ни продвигать свои картины, изучать гаджеты, интернет, искать способы заработать. Ничего. Всё бессмысленно. Флэшбэк из 109 выпуска. Всё, что я делаю, не имеет значения. При этом все вокруг виноваты. Правительство, богачи, народ за то, что искусство никому не нужно. И, конечно же, мы за то, что не продаём его работы. Но ни я, ни окружающие не виноваты в том, что он не шевелится и не пытается продвинуть или продать свои работы. Так мучительно наблюдать, как близкий человек просто ждёт, когда его время кончится. Хочется дать ему пня, сказать «Очнись», а он злится. И я злюсь. Воспринимает любые попытки его расшевелить, как критику и давление. Причём папа правда хороший художник. Не какой-нибудь любитель или расхуфыренный павлин с куриной жопой. Он профи. Плюс он организовал выставочный проект на солнечной стране, в рамках которого уже 13 лет ежегодно выставляются около 50 художников под идеей радости, солнца и позитива. Вот он раз в году на солнечной стране и просыпается. А после завершения выставки на год впадает в спячку. Можно ли помочь захотеть жить близкому человеку? Как принять его выбор? Ведь каждый раз, приезжая в родительский дом, хочется выйти. Ещё раз благодарю за ваш труд. Спасибо. Вот такой вопрос. Чувствуете, как... Случилась интеграция выставки. Да-да-да. И как дочь гордится. Да. Какой у неё очень профессиональный папа. Да? Да. Я думаю, ну вот как будто ты не зря это подчеркнул. Потому что вот в вопросе, ну, обсуждается то, что вот хочется его пнуть. Вот я сразу думаю, вот я, наверное, когда в таком состоянии, меньше всего хочу, чтобы меня пинали. А в таком-то в каком? То есть, ну, в каком-то состоянии апатии, в состоянии... Я не знаю, апатия ли здесь. Может быть, это состояние покоя. Может быть, правда, от выставки до выставки, ну, восстанавливается человек. Ну, да, он перестал быть таким продуктивным. Ну, здесь как будто вот от него хочется чего-то. Чего-то хочется, чтобы он был таким-то, таким-то, таким-то. Ну, как раньше. Чтобы он продавал картины и был успешным. Ну, но самое главное, по-моему, у слушательницы есть корреляция, что его текущее снижение активности равно медленное умирание. Вот что, мне кажется. Ну, да, может быть, для папы это не так. То есть, вот мы слышим версию слушательницы. Может быть... Для отца совсем по-другому выглядит это. Ну, опять, мы не знаем. Вот здесь вопрос в том, можно ли помочь человеку выйти из этого состояния. Я затрудняюсь. Ну, потому что, ну, мы не знаем это состояние. Если это клиническая депрессия, то вряд ли. Какие-то пинки, какие-то там, ну-ка, соберись тряпка. Это не работает. Я сразу вспоминаю, когда я бегал полумарафон, и на девятнадцатом километре... А я уже все, я не могу, я пешком просто практически добегаю его. И какая-то женщина бежит мне у меня. Давай, давай! А мне так, я так разозлился от этого. Мне наоборот, не хотелось, чтобы меня никто не трогал. Дайте мне просто спокойно добежать до финиша. И вот я прям представляю, что если ты в таком состоянии нахожешься, кто-то начинает... Или как тренера, фитнес-тренера. Давай, ты сможешь. Вот эта мотивация, мне кажется, вообще она наоборот супер отталкивает. — Давайте тогда вот в первом пункте мы, правда, поддержим... Ален, ты такую вводную дала базу, и мне кажется, ее можно на три пункта разбить. А в первом пункте поддержим вот эту идею, что не факт, что в этом состоянии помогут пинки. Вот, и даже, скорее всего, нет. Потому что, мне кажется, вот про изменение продуктивности в зависимости от жизненного этапа точно хорошо бы это замечать и не исключать. Вот меня недавно спросили, хочу ли я сделать какой-то обучающий курс. Потом кто-то спросил меня, а что я там стал меньше вести групп вот таких тренинговых. Почему я перестал преподавать в институте, а когда я там, собственно говоря, еще что-то... — Когда уже соберешься. — Да-да-да. А я говорю, слушайте, мне кажется, что, возможно, я когда-то захочу, но сейчас я хочу сократить по минимуму, вот уже, я думаю, что последние года два я это делаю, по минимуму сократить свою вот такую прямую образовательную деятельность. Вот, то есть понятно, что у меня есть там группа в гештальт-институте, но это все-таки там много терапии и немножко другое обучение. Понятно, что подкаст можно воспринимать как обучающую деятельность, но это тоже, скорее, рассуждение о, а не... И вот для меня вот это мое избавление от образовательной активности — это супербольшой прогресс. Я уделяю время другому, я начинаю сам больше учиться, чем выдавать. Я там меньше, может быть, где-то появляюсь, учусь или еще чего-то делаю, но я прям очень доволен. Но я думаю, что для людей, которые меня спрашивали, это, ну и некоторые люди с сожалением получали от меня ответ, что, возможно, я через 5, 10, 15 лет захочу это делать, но сейчас у меня совершенно никакой интересы. Они это воспринимали как нечто... Предательство. Ну, закопал свой талант, закопал свой талант, он закопал... Ну, он просто уже бросил то дело, в которое у него хорошо получалось, ну, то есть... Не так продуктивен. Да, и вот, ну, я видел такое недоумение или разочарование даже вот в некоторых реакциях. Но для меня это совершенно по-другому выглядит. Для меня это супер важное для моего состояния и моей жизни решение. Вот. Поэтому, да, давайте вот такой первый пункт. А вот если про... Ален, вот ты сказал про клиническую депрессию. Вот, я не знаю, вот я бы вот это во втором пункте обсудил. Вообще, вот родственник, допустим, что это так, мы, конечно, предполагаем, что может быть совершенно по-разному, но, допустим, родственник замечает, что папа, вот ему 74 года, он действительно потерял, возможно, заработок. И, соответственно, возможно, он потерял мотивацию. И, возможно, он испытал большое разочарование и стресс от этого, что дело, которое раньше приносило ему хорошие деньги, прекратилось. И теперь он не знает, чем заниматься у него. За копье рисовать он не хочет, потому что, ну, видимо, уже другой совершенно. Вот. И он как-то постепенно попал, может быть, в такой стресс, потом в апатию, потом, может быть, действительно что-то еще в ее жизни происходило. Но и дошло это до такого самобичевания или самоумерщивания, но такого не быстрого, а в смысле медленного, в том числе до какого-то депрессивных, может быть, состояний. И родственник это замечает. И, допустим, он даже правильно беспокоится, что это действительно то, что вот я сейчас описал. И тогда вот есть ли у тебя понимание, что может быть полезно от родственника в этой ситуации? Ну, я думаю, что обращение к специалистам прежде всего. А как это может быть сделано? То есть он берет папу, ну, или приманивает его деньгами, не знает чем-нибудь. Как вот это вот сделать? Пап, если пойдешь к психиатру, я куплю твою картину. Ну, я думаю, что опять прежде всего говорить, разговаривать, ну, проявлять свою тревогу словесно как-то, а не только... В виде пинков и подводить? В виде пинков, да. То есть я очень эмпатично соучаствую. Я думаю, да, это иногда дает плоды, иногда какой-то отклик у человека в таком состоянии вызывает. Значит, я беспокоюсь о тебе, меня тревожит. Ну, вообще поговорить, что происходит с ним. То есть описать свое состояние в ответ на свое восприятие ситуации отца. Ну, как минимум. Описать ему свое состояние, свой взгляд. И сказать, чтобы свое предложение, да? Ну, да, и предложить, что... Ну, вот я бы хотела предложить тебе такую помощь, как тебе. Ну, и даже если человек, ну, ее как-то, может, не сразу примет, ну, хотя бы он... Он будет знать, что может обратиться. Ой, да, это очень круто. Он будет знать, что может обратиться, ну, и будет знать, что родные не только злятся на то, что очень изменился, на то, что изменилась его жизнь, а то, что, ну, и беспокоится в том числе. О, класс. Ну, да. Я подумал, что еще, может быть, удастся заметить, что кто-то хочет, чтобы он жил. Кому-то важно, чтобы он жил долго, еще дольше. Вот. Мы обсуждали буквально вчера с подростком из детского дома про то, что как важно ощущение, что он кому-то нравится. Это девочка была, и у нее появились отношения, и, естественно, она получала очень много комплиментов, симпатии от вот этого парня своего, и он стал для нее просто всем. Потому что мы обсуждали, почему так случилось, и она сказала, ну, и пришли к тому, что, конечно же, это ощущение, что я кому-то нравлюсь, и кто-то меня принимает вот такой, какая я есть, и выражает этому восхищение, там еще что-то, очень нужно в жизни. Кому-то не безразлично, что ты вообще есть. Да, существуешь. И, ну, и как раз мы обсуждали, что тревога, и ее потом обнаружилось в том, что это вот теперь только он, ну, что это вообще только он. Потому что до этого как будто она такого не чувствовала. И как раз обсуждали, что может ли она, что ей хочется еще кого-то. Ну, не в смысле еще там мужика, какого-то себе второго, а там чтобы... Еще какой-то объект, который может тоже это подробно закрывать. Типа, да. Вот, ну, это там просто про баланс, про то, что... А вот здесь, мне кажется, тоже так вот вашему отцу важно просто знать о том, что вы хотите, чтобы он пожил с вами подольше. Вот может быть еще такая история. Я подумала, что третьим пунктом может быть то, что... А как вам, что отец изменился? Как теперь вам с таким отцом? О, да. Ой, да. До этого же типа как будто было так все хорошо, классно, там отец зарабатывал, профессионал, а сейчас ты... То есть вот он был продуктивный, а теперь он стал... Умирающий. Ну, 74 года, в целом, может, он уже и это... Ну, я сейчас не терапевтично, да? ГБУ-ритуал. Смотрите, я попробую сказать, что я имею в виду. Просто мне кажется, что каждый человек в какой-то момент действительно может начать... Становиться умирающим. Да, становиться умирающим. И это может быть тем, что вот мы говорили о втором пункте, ему важно там как-то получить... Просто услышать людей, которые вокруг него, какой он им дорог, но в то же время ему может быть важно, чтобы они приняли его состояние. Что он, во всяком случае, на сегодняшний день, может, через год он передумает, не видит особого смысла в продолжении жизни. И это, мне кажется, важное ощущение, вот, человеку тоже замечать, что... Я не знаю, как это описать, но вот я про себя, про свои размышления тоже понимаю, что у меня периодически возникает ощущение в бессмысленности или в нежелании что-то делать. Вот, может быть, это не про всю жизнь в целом, но я условно хочу умерщлить какую-то свою там часть, либо какое-то свое... Ну, или хотя бы на паузу поставить. Да, либо... Вот эту паузу в вечной погоне за смыслами. Да, но вот у меня такое было вот в какой-то момент в отношениях, то есть я прям ощутил, что я точно хочу остановиться. Я точно не хочу продолжения там отношений или создания новых отношений. И это было важным, это было грустно, это было... Но когда я это признал и с этим согласился, что сейчас так, это было большое облегчение и возможность, ну, делать что-то другое. Вот, просто жить дальше вот с этим, да, вот это... И потом это, ну, в моем случае это переродилось, но только после того, как я перестал отрицать, что сейчас у меня ничего нет. Ну, как-то остановившись и прислушившись к себе вообще. Да, да. Вот, и вот мне кажется, что вот это ощущение, что я устал жить, я уже не очень вижу смысла, я уже много сделал. Я вижу, что сейчас возможности мои к работе снизились значительно. Я не вижу новых смыслов. Ну, вот сейчас так, и в этом состоянии как будто важно быть тоже принятым. Да, люди могут, другие считают, что это не так, и там выражающиеся желание, чтобы ты продолжал там что-то делать, но, тем не менее, уважать этот выбор и принимать, и об этом выборе с кем-то важно говорить, вот, если это выбор. И, может быть, потом это парадоксальным образом изменится, но когда это вот, знаете, в первом вопросе вот у нас, отец говорит, богатей, а сын говорит, иди нахрен, не буду. И вот здесь тоже, живи. Ну, и тут тоже такое ощущение, что... Ну, иди нахрен, дайте им поменять. Ну, то есть... Дайте полежать. Дайте полежать просто. Дайте полежать, им ничего не делать, поапатировать, все. Ну, то есть, вот здесь я вот про эту вот реакцию говорю, что как будто когда не принимается даже вот такое желание, то оно, то это... Ну, я думаю, что вот со взрослыми родителями это бывает очень сложно, конечно. То есть, в какой-то момент мы сталкиваемся с таким, что и мотивация падает, и здоровье не то. И это, конечно, сложно нам самим понять, что, ну, вообще родители в другом уже возрасте. И, к сожалению, немного радостей бывает там. Вы попробуйте, конечно, в 6 утра встать и в очередь пойти. Ну, это сложно. Ну, да, попробуйте, хотите рисовать картины 74 года, когда вы рисовали их всю жизнь. Да, я вот подумал, что, может быть, и устал он на самом деле-то. Ну, потому что всю жизнь же картины рисуют огромное количество, но, судя по всему, и выставки, и картины, это, правда, может быть, ну, такое... Да все что угодно. Может быть, он уже хочет забор кратить, и лежит, и думает, чем мы его заняты. Просто лежать кучей. Я тоже тут ржу. У меня есть такая достаточно распространенная фраза про то, что психотерапия – это... Я буду и на пенсии, это профессия, которая будет кормить меня до самой смерти. Я буду уже старый-старый, дряхлый старик, буду сидеть в кресле, ко мне будут приходить клиенты. Я буду... Да, захочешь ты каком 70 лет или там 80-90 принимать людей и слушать их вопросы. Открывать кому-то дверь. Вообще-то. Кого-то видеть. Ну, то есть, это вот тоже такая... Что произойдет с каким-то желанием чем-то заниматься через год, неясно иногда. Аж тем более в таком, да, возрасте. Ну да, возрастные изменения такие существенные уже. И психологические в том числе. Но детям это, правда, сложно принять. Особенно, если хорошее отношение с отцом, если он дорог, если он важен, если он такой опорный, может быть, персонаж в плане образца. Вот мой отец, это вот... И я тоже хочу быть таким же. А если он все, то я тоже, что ли, когда так стану? Либо я, может быть... Вот с этим страшно столкнуться еще с точки зрения себя. Что раз с моим отцом такое произошло, то и я, получается, когда-то решу лежать просто на диване и раз в год вставать на выставку. Офигеть. Это очень страшно. И, конечно, хочется просто отца поднять, чтобы он ходил ради того, чтобы я не боялся. Не было такого зрительного примера старости. Нет. Этого нет и не существует. Такого не бывает, да. Да. Ох, ну, видите, как мы далеко зашли. Я считаю, мы подняли просто все книги Эрвина Ялова. Мы сейчас в этом вопросе про... Но, да. Вот у него, кстати, есть хорошие... Перевал в середине пути. Нет, это не у него. Это у другого автора. Помнишь кого? Да. Я сейчас тоже запишу себе. Перевал в середине... Ну, мы добавим, если что, книжку. Да, я забыла сейчас автора на скидку несколько. Да, да, мы добавим в описание, можно будет... Ну, это как раз про вот возрастные изменения такие. Ой, прикольно. Может, почитайте, может, как-то вас это облегчит. Да. Все. Подписывайтесь на наши социальные сети и ставьте отзывы о подкасте на платформах прослушивания. Нас это очень поддерживает и помогает в развитии. Также можно поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы будем очень рады. Ну, а сейчас возвращаемся к выпуску. Здравствуйте. Меня беспокоят отношения с моей мамой. Мы нечасто с ней общаемся. Я стараюсь пореже с ней видеться, так как наши встречи не приносят мне какого-то удовольствия. И более того, сильно выматывают. Она инфантильная, интревожная. Она постоянно хочет от меня поддержки. Видит меня хорошей, разумной, самодостаточной, ответственной взрослой дочерью, на которую можно опереться. Это всегда было для меня тяжело, и я всегда пыталась как-то от этого отвертеться. По факту, я мало чувствую, участвую в ее жизни и мало для нее делаю, как и она для меня. Но я чувствую вину за то, что я недостаточно ее поддерживаю. И злюсь на нее за то, что я чувствую ответственность за ее эмоциональное благополучие. Недавно я ей помогала кое с чем и потратила на это целый день. Ей не хватало сил и времени самой это сделать. Да и делать нормально это она не умеет или не хочет. Может, если она была бы более организованной, то она сама бы прекрасно с этим справилась. Мне пришлось взять на себя не только половину работы, но еще и организацию всего процесса и указывать ей постоянно, каким должен быть следующий шаг. Следить, чтобы она задачу выполнила до конца, а не бросила на полпути. И это само по себе было довольно утомительно. Так она еще в течение всего этого дня рассказывала, как ей плохо, страшно, тревожно и одиноко будет без меня. Я собираюсь уехать в другую страну. И я злилась, когда она так говорила, потому что это провоцировало у меня чувство вины. Получается, это я виновата, что ей так плохо. И я ведь ей помогала целый день, как раз для того, чтобы она почувствовала себя лучше и лучше справлялась с моим переездом. У меня своих проблем хватает. Я, блин, в другую страну переезжаю. И вопрос с работой еще нужно решать. Мне самой страшно, одиноко и тревожно. И мама знает о моих проблемах и тревогах. Я ей об этом рассказывала. Но у меня такое чувство, что мои слова уходят, как вода в песок. Я говорю, она слушает и на этом все. Если мои подруги могут мне советовать, спорить с моей точкой зрения, вспоминать что-то похожее своего опыта и так далее, то мама просто поддакивает и никогда больше не возвращается к тому, что я рассказала. Мне всегда не хватало какого-то отзеркаливания от нее, какой-то реакции. В то же время я ей и советую, и слушаю, и успокаиваю. Из-за своей тревожности и страха одиночества она никогда не хотела меня отпускать куда-либо. Она внушала, что я не справлюсь и что окружающий мир полон опасностей. Мне бы хотелось услышать от нее что-то вроде, да, да, мне грустно, что ты уезжаешь, но со мной все будет нормально, так что давай лети. Чтобы я была спокойна, что в целом она будет в порядке и могла со спокойной душой заниматься своими проблемами. Хочу услышать ваш совет. Как мне разобраться с этим сложным комком эмоций? Я обижена на мать, что она никогда меня эмоционально не поддерживала. Я чувствую вину, что недостаточно ее поддерживаю, а она себя плохо чувствует. Я злюсь, что она хочет от меня столько поддержки, хотя мне самой тяжело. Я чувствую усталость, так как ее поддерживать или хотя бы не показывать свою злость и раздражение, все это забирает много энергии. Я чувствую бессилие, так как не могу ей это высказать, она все равно ничего не поймет, обидится, будет плакать и может пойдет в депрессию. И мне же будет хуже. Снова спровоцирую чувство вины, а с ним и злость. Я чувствую жалость, так как понимаю, что она слабый и тревожный человек, который боится остаться в одиночестве. И я чувствую разочарование, так как мне хотелось бы, чтобы моя мать была эмоционально зрелой и взрослой. Короче, не знаю, что мне с этим всем делать. Пока с ней не общаюсь, чувствую себя нормально. Я никогда по ней не скучаю. Никогда не было какого-то элемента в нашем общении, которого мне могло бы не хватать. Которого мне могло бы не хватать. Общаюсь скорее из чувства долга. Я подозреваю, что она также по мне не скучает. Скорее просто хочет снова получить от меня поддержки. А сама по себе я и не очень-то интересна. В детстве она очень меня контролировала и не отпускала от себя. Но в то же время я чувствовал себя брошенной, ненужной и одинокой. Я не помню ни одного случая, чтобы у меня спросили про мои дела, интересы, желания, а не только про оценки. Я как будто всегда была для нее проекцией ее каких-то представлений, функций, идей. Заранее спасибо за ответ. Ну что я хочу отметить, что очень ясно подчеркнуты все чувства, которые происходят. Которые испытываются, да. Ну может большинство чувств, которые испытываются наш слушательницей в отношении к матери. Очень детально это прописано. Давайте может быть чуть резюмируем, кто что понял. То есть что мать не интересуется жизнью дочери и раз, ее это вызывает разные эмоции. Два, мать кажется нашей слушательницей неспособной, слабой и запрашивающей поддержки, которую сама может без дочери помирить или в общем что-нибудь такое. И три, дочь сейчас уезжает, сама нуждается в поддержке и тревожится. И очень бы хотел, чтобы мать была зрелой. Вот. Чтобы мать сказала ей, давай, все со мной хорошо, я сама со всем справлюсь, ты уезжай. Вот это я понял. Есть какие-то дополнения? Я понял, что есть противоречия, есть предложение, мне всегда не хватало какого-то отзеркаливания от нее, а потом ниже идет, никогда не было какого-то элемента в нашем общении, которого мне могло не хватать. И типа, я такой, ага. И какой я вывод тогда должен? Ну то есть все-таки хватает или не хватает? А, понятно, ну да. Но, видимо, просто мать этого не транслировал, поэтому... Очень бы хотелось, чтобы от матери это было, никогда не было, поэтому и не скучала. Так, Алена, а для тебя как этот вопрос? Ну, я вот, не знаю, просто прочла и понимаю, что хочется очень изменить маму. Просто, ну вот, очень хочется ее изменить. Вот она такая-такая-такая, но хочется то-то-то и то. Это ты междунаш-слушницей? Да-да-да. Ну ты так, знаешь, говоришь об этом то ли с сожалением, то ли с... Ну, скорее, да, скорее с сожалением, что, ну, вот как будто тоже не принимается этот человек, вот, и не признается то, что, да, мама инфантильна. Ну вот это факт. Вот мама инфантильная, ну и она такая, но вот это вот большое желание изменить ее, оно прям просто вот как будто очень... Приволадает еще такой... Приволадает и отношениям, и жизни, и прям вот, ну, очень хочется изменить. Ну, да, и... А когда мы скажем, что это невозможно? А чего убирать надежду? Ну, по-моему, наш слушатель, ну, уже пишет в достаточно продолжительных таких отношениях, и, наверное, когда-то должна сама заметить, что ничего не получается. Не знаю, когда это должно произойти. Да, я думаю, что здесь вот эта вот тема «я и другой», ну, что другой может быть совсем другой, и что, правда, я там могу не получить то, чего хочу, ну, и как вот, например, ходить в булочную и все время хотеть купить там какие-нибудь ювелирные украшения, и каждый раз очень... Упать даже очень грустить по тому поводу, что опять там я не купила какие-нибудь прекрасные серьги, вот как будто так. Слушайте, а давайте тогда вот, может быть, это первый пункт, я думаю, шикарно завершается, а вот во втором пункте, но ведь даже не «но», а просто. И тогда какая тогда наша слушательница? Она, по отношению к матери имею в виду, она та, которая очень убеждена в том, что она должна поддерживать свою мать, она та, которая испытывает вину, если по каким-то критериям не может поддержать свою мать, и в то же время она испытывает большую злость, что субъективно она вынуждена это делать, иначе мать, допустим, в ее миропредставлении может там или сильно ухудшить там свою жизнь, в общем, как-то совсем плохо существовать, либо там, может быть, вообще умереть без нее, вот такая неспособная к самостоятельности женщина. Вот, то есть наша слушательница получается вот такая, и тоже, получится ли у вас себя поменять? Вот у меня такой вопрос. Или, может быть, ну, то есть вы злитесь как будто, что вы такая, что вы вынуждены, но вы вот такая, вот вы та, которая, глядя на вот этого инфантильного человека, который нужно сопровождать в каждом шаге, чтобы он дошел до конца в какой-то деятельности, вы не можете остаться рядом, равнодушно смотреть, ну, или там неравнодушно просто не помогать человеку, вот сказать. Ну, вот туда тебе, все, пока. Вы так сделать не можете, вы идете рядом и помогаете ей. И по-другому вы на данный момент, ну, или вообще, я не знаю, как вы сами считаете, не можете существовать. Вот так я вижу нашу слушательницу. Ну, я думаю, вот признание того факта, что мама инфантильна, оно уже может разрядить очень много вот этого напряжения и вот этих чувств, которые связаны с тем, с этой вынужденностью помогать. То есть, ну, я же мечтаю, чтобы она была другой, а мне, блин, приходится ей помогать. А если я принимаю, что она инфантильна и без помощи не может, то, возможно, и чувства другие при этом, возможно, как предположение. Какие, например? То есть, я вот сейчас, то есть, ты имеешь в виду, что она, возможно, и импульс ей помогать, и у нее снизится? Ну, может быть, и повысится, я про импульс не знаю. То есть, от признания, ну, того, что мама не в состоянии, то есть, вот она такая, она не в состоянии, там, как-то систематизировано, там, что-то себе организовать, как-то самостоятельно решить проблему. И я, зная то, что она не может... Об этой такой особенности, поэтому мне легче. Да, такая ее особенность, то есть, я от нее уже не жду другого, я уже не, ну, с этой злостью, что ли, не сталкиваюсь вот в этом, я вот скорее про это. Прикольно. Ну, да, то есть, я как будто выхожу и знаю, я вот сейчас шел по Рязани, не так давно, и думал, я вот сюда приезжаю, и вот такая дерьмовая дорога во дворе, где гостиница, там просто, ну, просто... Ты ее даже сфоткал. Я выложил их в сториз, потому что я думаю, я шел по ней, и ладно, там еще дорога, а там просто такой переулок, что я думал, что меня тут убить могут, и никто не заметит, и в этой луже я буду лежать до мая месяца, потому что затопленный, и не обнаружен сразу, вот. Но потом я подумал, что в целом я приезжаю сюда каждый раз, и каждый раз это... Ждешь, когда ее заасфальтируют, сталкиваешься... Ну, это бессмысленно, да. Ну, возможно, если бы я был более проактивным, там, и осветил это как-то, вот как делает журналист, написал бы мэру Рязани, или еще куда-то, еще куда-то, может быть, что-то поменялось. Но в целом, вот, я думаю, что многие жители этого района, которые ходят, они такие уже, бух, господи, вообще нормальные, ну, им знакома каждая котчика, по которой можно переходить. И они вполне себе... Вот, чтобы был очень контраст, убитая дорога и тачки вообще классные, стоящие вдоль дороги. Вот, ну, ладно, это такой социальный аспект, он, может быть, не очень уместен здесь как пример, но и вот к тому, что, как будто тогда и другие чувства совершенно, что просто, вот, может быть... Там такая дорога. Там такая дорога, да, там такая дорога. Да, и, наверное, еще вот один момент, может, это и каким-то одним из пунктов быть. Ну, слушательница пишет о том, что мама... Я была в ее представлении какой-то функции, идеи. Ну, то есть, это такая вот речь об объектных отношениях, то есть, когда другой воспринимается как объект, который либо что-то должен делать, либо что-то с ним можно сделать. То есть, мама... Дочь говорит, что мама такое воспринимала. Да, и, ну, вроде как будто по этому поводу тоже, ну, какая-то грусть наблюдается. Но в этом же месте дочь-то делает то же самое, то есть, мама не такая, и ее хочется изменить, что-то с ней сделать. То есть, мама была функция позже отзеркаливания, например. Да, то есть, ну, как пример, то есть, вот это желание изменить другого, а не принятие его как другого, особенного, отличного от меня. Ну, это вот такое вот в теории объектных отношений очень хорошо у психоаналитиков описано. То есть, можно почитать, да, что-нибудь по теории объектных отношений. Давайте-ка я запишу, что-нибудь скину. Я просто подумал еще, вот у меня такое ощущение было от вопроса, что дочь как будто личным примером, мам, посмотри, как какими могут быть люди, вот какими могут быть, типа, там, условно заботливые какие-то отношения. Вот она личным примером пытается там выслушать, ну, там, что-то, какие-то советы дает. Вот, и в ожидании от того, что мама будет как будто бы на этом примере делать то же самое. Но я подумал, сколько тратится сил на показать вот это. Ну, и у меня возникла мысль, а действительно вам так хочется, типа, маме поддержку оказывать? Или вы просто, типа, ради того, чтобы как раз-таки опять мама поменялась, ну, и стала так похожа, типа, чем-то на вас? Ну, знаете, я подумал еще, что мы второй вопрос подряд. У нас следующие вопросы будут уже в другом контексте. Но, хотя тратится следующая вопрос тоже похожий чем-то по ситуации. Но говорим о том, что очень сложно смириться и как-то обращаться, именно смириться, что человек такой рядом со мной, и обращаться с ним так, как будто он такой человек. И очень страшно, здесь про это не говорится, что вот человек без моего участия, мой близкий родственник, в данном случае родитель, человек без моего участия пропадет. Либо с ним что-то начнет происходить, ну, мама там начнет больше болеть, потому что ее некому будет водить к врачу. Мама там начнет хуже питаться, потому что никто не будет следить за ее рационом. Ну, сейчас фантазии такие, да? То есть, и тогда очень страшно, потому что получается, что я мог бы продолжать водить маму к врачу и закупать ей продукты, и тогда бы моя мама не болела бы и более качественно питалась. И получается, что я бы, благодаря моим усилиям, человек бы, может быть, более качественно или долго жил. А если, но я злюсь, когда я это делаю. Если я перестану, то тогда человек в моих фантазиях, ну, или в реальности, так может тоже произойти, будет меньше, больше болеть, хуже питаться и, соответственно, хуже жить. И получается, что я за это так или иначе как будто бы ответственный, хотя в целом, ну, это моя добрая воля, что я помогал человеку в этом. И вот как раз вот этот момент, что я вдруг решаю, оказываюсь перед выбором, кем мне быть. Вот человеком, который совершенно об этом не парится, не тратит кучу усилий и, соответственно, не испытывает много злости за то, что он вкладывается, но в то же время переживает о том, что его там мать хуже живет и плохо себя чувствует. Либо человеком, который все это делает для матери, радуется, что она там дольше живет и там так далее, но злится, потому что он, ну, и устает, потому что много чего делает. Какими должен быть? И выбора здесь правильного нет. Здесь как будто вот как раз, ну, если бы это была психотерапия, здесь работа про то, а здесь нет правильного выбора. Мы не можем как психологи посоветовать вам, что из этого вам выбрать. Это как будто выбор между здоровьем матери и вашим... И вашим здоровьем. И вашим здоровьем. Ну, как здесь можно выбрать? И себе хочется жить, и матери хочется жить. Все понятно. И это вот как раз вот этот конфликт, он, ну, вот, на таком простом уровне не решается. Это как раз вопрос терапии о том, что как я с этим собираюсь жить. Вот и все. Я сейчас остановлюсь, потому что понимаю, что я не опишу всего того, что ожидает здесь. Вечный вопрос, достаточно ли я хорошая мать, так здесь как будто есть вопрос, достаточно хорошая дочь возникает. Ну, и достаточно ли я хороший там специалист, я же могу работать еще лучше. И еще, и еще. И еще лучше. Вот. Либо нет. Ну, достаточно ли я хороший гражданин, я могу же делать еще больше. Могу. Но в ущерб чему? И тогда вот здесь тоже только мой личный выбор. Какой вариант, выбранный мной, меня успокоит, я его восприму как то, что... Я делаю достаточно. Да, как нечто, что меня перестанет гложить. Я выбрал то, что я выбрал, и я... Фу. Вот это я сейчас считаю в данный конкретный момент подходящим. Но можно ли делать больше? Можно. Можно ли делать меньше? Можно. Но я нашел тот вариант, в котором я удовольствую... Ну, получаю удовольствие, на которое я согласен. А как можно... Ну, конечно, найдется кто-то, кто скажет, естественно, ты еще домой ее к себе возьми и увези ее с собой за границу. И вместе с ней переезжай, да. Да-да-да. А кто-то скажет, другой человек скажет, да господи, вообще... Он сколько домов престарел, пожалуйста. Отдай ее туда, и пусть она там вообще как улыбается. Вот, поэтому здесь вот как раз... О, я тут вспомнил, что хороший пост вышел у Дениса Андрющенко. Прикрепил на него ссылочку про слияние как раз, которое вот в таком выборе случается. Которым невозможно выбрать. Которым невозможно выбрать, опираясь на кого-то. Здесь предстоит сделать свой выбор, и опираться на кого-то можно только в переживании чувств по поводу этого выбора. Вот, в переживании того, как я... В чем... В каком выборе я продолжаю жить. Вот так. Класс. Поехали к следующему вопросу. Ребята, привет. Спасибо за подкаст, люблю вас слушать. Мои родители, классическая пара, алкоголик-отец и созависимая мать, которая его спасает. Все детство в страхе, тревоге и беспокойствах. Эмоциональной парентификации обоих. Надо будет потом пояснять, я не знаю, что это за термин. С 18 лет живу отдельно в другом городе. Сейчас мне 29. Эмоционально очень включена в то, что между ними происходит. Работаю с темой сепарации, в терапии больше 5 лет. Личную жизнь не строю. Регулярно раз в несколько лет отец из-за запоя оказывается на грани жизни и смерти. Переломы, сотрясения, избиения и так далее. Сейчас снова случилась такая ситуация, и мне надо включиться в ее решение. Мне страшно терять свою жизнь, но я чувствую вину, если не помогаю. Жалко маму. Огромная злость на то, что все происходит из-за алкоголизма, этой гребаной тупой болезни. Поделитесь, пожалуйста, своими субъективными мнениями о том, как помочь, но не скатиться в спасателя. Как поставить границу, но не утонуть в чувстве вины. Спасибо. Эти клиенты, которые работают много лет, используют термины. Ну, парнификация, это, как я это понимаю, когда ребенок вместо того, чтобы оно, собственно, оставаться ребенком у своих родителей, становится в своем субъективном мироощущении родителем своих родителей. И, может быть, это, кстати, про предыдущий вопрос тоже подходит этот термин. Вот, когда ребенок, по сути дела, начинает выполнять родительскую функцию по отношению к родителям. Все меняется ролями, типа, да, ты имеешь в виду? Но родители могут об этом не подозревать, это важно сказать. Вот когда ребенок вдруг почему-то решает, что он будет выполнять родительские функции. Он может не называть это так, но по факту он это делает. Мне кажется, здесь девушка вроде уже с этим работает, пять лет в терапии. Ну, правильно соглашусь, что здесь она называет это болезнью, это так и есть. Но мое мнение, что… Алкоголизм-то между… Да-да-да, про алкоголизм и про, ну, вообще, зависимую эту пару. Я считаю, что рядом с больными лечиться нужно здоровым. То есть вот она ходит в терапию, вкладывает в себя, как-то, ну, ресурсы свои пополняет. Восполняет иммунитет. Да, еще мне нравится очень, ну, такая фраза, что, чтобы спасти человека из колодца, не нужно за ним туда прыгать. То есть вот это про спасательство, а как раз нужно, ну, наращивать какие-то свои, там, возможности, силы для того, чтобы как-то либо от этого отходить, ну, либо как-то организовывать помощь, насколько это возможно, если дело касается жизни и смерти, там, родных. Если тонет, да, лесенку уж тогда кидать, да, в клэм? Если уж тогда совсем тонет, ну, да. Ну, вообще, грустно, конечно, блин. Да. Ну, вот, Ален, мне кажется, ты вроде бы так ответила полно, и как будто добавить здесь уже не особо, что есть. Я вот сейчас смотрю, в чем вопрос нашей слушательницы еще. Как помочь не скатиться спасателям? Ну, да. Но не утонув чувство вины. Ну, раз вы задаете эти вопросы, ну, уже есть вероятность, что не скатитесь, уже как-то отслеживаете, что для вас недопустимо, ну, совсем не делайте. У меня еще достаточно такой провокационный метод, провокационная метода, в моем опыте вызывает сопротивление у людей, когда им предлагается это сделать. Предлагается следующее, то есть я решаю, что мне нужно помогать своим родителям в какой-то степени, ну, из какого-то соображения. Например, ну, чаще всего это звучит потому, что это же мои родители, вот. Но если зайти за это, ну, что значит, ну, это же мои родители, и тогда что? Типа я буду оказывать помощь с условием чего-то. Нет, не с условием, а с условием. А, или помогал ли я, если бы это не были мои родители? Классные варианты, это еще два провокационных метода, но это мне не подходит. Нет, здесь скорее о том, что, окей, это же твои родители, ты хочешь им помогать, но что, на твой взгляд, какой объем помощи соответствует вот этому твоему слову, это же мои родители? То есть объем помощи какой? Ты готов, если они будут умирать, умереть вперед них. Это считаешь адекватной помощью. Обычно там нет. Давай тогда подумаем, вот, все-таки, какой объем помощи ты считаешь адекватным для себя, в своем взгляде? Достаточно для себя, вот, в отношении родителей. Ну, они же отдали мне там лучшие годы своей жизни, вырастили мне, вложили в меня кучу денег, там, еще что-нибудь сделали, там, и так далее. Хорошо, и тогда какая твоя благодарность за это достаточно? Какой объем благодарности ты считаешь для этой ситуации необходимым? Вот после, не отдав которой, ты будешь чувствовать, что ты кинул их, там, или обманул, либо еще что-то. Плохой ребенок. Ну, например, ну, плохой ребенок тоже такое, непонятное слово, что значит плохой? Ну, то есть, что ты будешь считать себя должным, что ты прям не отдал, и, господи, вот, блин, хожу теперь, вот. То есть, обозначить сумму долга. Сумму долга. Подъемную. Да, и там, если не спешить с ответом, а исследовать, вот, то обычно приходится сталкиваться с разными чувствами, и иногда долг не сходит до ничего, честно говоря. Но иногда долг вполне себе понятный. То есть, человек говорит, слушайте, ну, я все-таки считаю, что, учитывая мой статус, чего я добился, там, что я сейчас... 4 900 в месяц нормально. Что я сейчас умею, да, я вот буду пересчитать, там, такую-то сумму, либо я найму, там, оплачу рехаб, либо я считаю, что, вот, все-таки для меня нормально было бы, там, периодически раз в неделю звонить им. Ну, то есть, человек определяет, что для него является вот этой... Вот этой компенсацией. Подходящим размером благодарности. Потому что изначально, конечно, вот это вот, ну, все, я теперь до конца жизни буду что? Ну, то есть, что ты будешь до конца... И вот, чем больше здесь себе задаешь вопросов, а как, а что, а не, а как, а как ты это чувствуешь, а как ты ощущаешь свою необходимость отдать, а что именно? Вот, чем больше здесь вопросов, это обычно очень неприятно. И иногда сталкиваются с такими чувствами люди, которые... Ну, вообще, они такие, да это они мне должны. Вот потом оказывается. Да ничего я не могу. Ну, то есть, бывает, нет, бывает, что действительно благодарность определяется, но бывает и обратное, что поднимается только агрессия. Почему я вообще должен, да? Да-да-да. Ну, вот здесь это субъективно, это задача работы психолога, чтобы вот с этим, мне кажется, сложным вопросом человеку разбираться. Вот, но если вот так, то вот так, у меня такое предложение. Вот. Ну, вот еще здесь меня тревожен-то один момент, что, ну, я так понимаю, это девушка, она пишет, личную жизнь не строила. Ну, то есть, тоже непонятно, по какой причине, почему, что именно мешает, или какие-то установки, или эти сложные отношения в семье. Ну, и здесь я тогда бы посоветовала вот немножечко больше разграничить, что все-таки это отношение родителей. Она даже живет, ну, то есть, вот, не становиться этим спасателем, не делать из этого треугольниковых отношений, что ли. То есть, вот, как-то... Ну, учитывая, что здесь в контексте описания отношений с родителями, вот эта фраза вставленная, согласен, она как-то стоит обособлена, без всяких пояснений, и просто посередине текста, прям, лично отношение не строю, и все. То можно предположить, что это как раз как-то связано, взаимосвязано друг с другом. Вот, недаром слушательница про это написала просто посередине текста. Может быть, как раз этим стоит заняться. Вот, может быть, тогда меньше чувствует вины будет отдаваться, опираясь на партнера, строя отношения с партнером. Вот, условно, сейчас у вас отношения с родителями, но по факту, если бы мы тут были психоаналитики, разворот должен был быть в сторону равного партнера, а не в попытке строить отношения с вертикальными партнерами, то есть с родителями. У вас с ними детско-родительские отношения, то есть вы, пусть вы уже взрослый, но ребенок, и ваша задача строить горизонтальные отношения с равным партнером, продолжать, допустим, свой род, ну, если там прям вообще общими словами, строить свою собственную семью и развивать ее. Ну, возвращаемся к второму пункту, благодарность, если что-то хочется, то, конечно, можно отдавать. Но ваша задача строить отношения, идти и направляться к своему равному партнеру. Вот. И, возможно, если вам удастся смотреть на своего равного партнера и как-то помнить, что отношения у вас с ним, то будет чуть попроще не ввязываться в отношения родителей. Ну, возможно, они перестанут быть настолько значимыми, насколько сейчас. А можно еще в кино? Я подумал, что, ну, это же вот в терапии больше пяти лет, поэтому, ну, там, наверное, регулярно эта история происходит, то есть она и пишет про то, что регулярно, раз в несколько лет. И я подумал, что, знаете, как на уроках ЭБЖ, когда нас учили во время пожара, что нужно делать. И, может быть, попробовать, ну, типа, вы же понимаете, примерно, там, триггерные какие-то точки или моменты, когда начинает это происходить. И, может быть, типа, как по инструкции составить какую-то инструкцию, да. Тревожный чемоданчик психологический. Да, что делать при пожаре? Вот я знаю, что там случится, наверное, в следующем месяце, там, мой отец там опять... Ага, ну, вот что обычно я делала? Там, я делала то-то, то-то, то-то. Ну, что мне было трудно делать, там, допустим? Да, может быть, убрать самое трудное, оставить что попроще. Ну, отлично. Да, давайте тогда двигаться к пятому. Привет! Спасибо большое за ваш подкаст. Очень помогает в сложное время справиться с проблемами. Спасибо вам за обратную связь. У меня такая ситуация. Мне 20 лет, месяца три назад из дома ушел отец, ничего не сказав. Я понимала, из-за чего проблемы в семье не обсуждались вообще, просто было накопительное. Мама пыталась его вернуть. Я подслушал их разговор, где он оскорблял маму и говорил, что она ему противна. Когда жили вместе, могли месяцами не разговаривать. Никакой нежности между ними не видела. И даже в детстве меня посещали мысли, господи, лучше бы развелись. Тем не менее, мама все равно надеется и хочет, чтобы отец вернулся. Я с ним общаться не хочу. Все, что я помню, это пьянки, обзывания и тому подобное. Он не принимал почти никакого участия в моей жизни. Сейчас даже не звонит ни мне, ни брату и мучает маму своими. Посмотрим. Может быть, вернусь. Мама его защищает и говорит, мол, он твой отец, надо общаться. Потом начинаются манипуляции по типу, ты своим поведением портишь брата 13 лет. Он на тебя посмотрит и также будет общаться с отцом. Почитай Библию, всех надо прощать. Вот будут свои дети, они также к тебе относиться будут. Вопрос. Что делать? Слушать себя и свое искреннее нежелание общаться с отцом или прислушаться к маме и поддерживать общение с папой? Заранее спасибо за ответ. Что же выбрать? Пики точеные? Гоша. Или что-то? Еще? Ну да, здесь опять ситуация очень сильного эмоционального включения в отношения между родителями. Я бы рекомендовала обратить внимание на свои отношения с отцом. Что там так беспокоит, что там так тревожит. Может быть половина это того, что относится к маме, например. Так бывает часто. Ну, а что ты между, то есть, что дочь... Ну, дочь присоединяется к маме очень сильно. И все вот эти вот сложности взаимоотношений принимает на свой счет в том числе. То есть... То есть она относится к отцу плохо, словом к тому, что он плохо относится к маме. Такая ситуация. В том числе. То есть вот здесь я бы просто обратила внимание на свои собственные отношения с отцом. Вообще что там... Может и правда ничего хорошего и так далее. А может и есть что-то хорошее. Ну, или нехорошее, но такое, что это общение возможно. Или такое, что это вообще невозможно. Ну, а можно еще вкинуть? Мне кажется, вообще в целом иногда полезно как будто бы разделять, с кем у меня отношения. Типа вот, допустим, вот здесь у слушательницы отношения с кем? У нее есть отношения с мамой. У нее есть отношения с отцом. У нее есть отношения с братом. У брата есть отношения с мамой. У брата есть отношения с отцом. У брата есть отношения с ней. И вот мне кажется иногда Потому что мне кажется По моему тоже личному опыту Как будто всё сливается воедино Так я вроде со всеми Я вроде как будто и не с кем даже И это очень сложно бывает Выделить как-то Понять с кем это у меня в итоге лучше С кем-то чуть похоже Ну знаете Давайте может быть в втором пункте Чуть фантазий от меня Я Как вам кажется Может быть у меня вообще совершенно У вас будет другая картинка Но у меня ощущение что мама придерживается Вот такой схемы Что она говорит дочери Дочь но это же твой отец Я понимаю что у меня Может быть другой совершенно текст но по смыслу Я понимаю что мы там С ним срёмся в общем у нас неплохие отношения Но это твой отец Он хороший Может быть тебе полезен И вообще у вас свои отношения Ну и она как будто пытается оставить дочь Как раз в То что ты говорил в первом пункте В детско-родительских отношениях И так далее А дочь как раз И мама очень переживает Что собственно говоря Дети будут включены в этот конфликт И младший брат тоже Это вот с одной стороны С другой стороны Мне кажется что Как раз эта дочь говорит о своих отношениях Что у меня с отцом Вообще ничего не связывает Ничего хорошего там нет Я вот думала что просто жесть Маму она поддерживает А отцу собственно говоря Ну вот у неё такое отношение И тогда мама как раз Пытается Выдать желаемое Действительно Она говорит ну это же твой отец Он к тебе хорошо относится А дочь этого не видит И тогда естественно у неё протест Она говорит Да в смысле Как я могу простить Если он бухал Обзывался Устраивал семье дебош Ну условно А сейчас я должна с ним общаться Тем более что он ушёл вообще Никому не звонит Только с тобой вообще разговаривает Никакой детско-родительской коммуникации Не инициирует Мне тоже не хочется Вот и тогда вопрос Ну к тому что Это правда сложная ситуация Сложно пережить Ну вот сейчас так Может конечно когда-то Ваши отношения поменяются Но сейчас вот так Тогда дочь Правда Очень Сложная Её с этим Таким давлением матери Которая С которой ей по идее Сейчас она остаётся И ей по идее Нужно с ней жить Это вот Тот родитель С которым она осталась И который проявляет Незаботу И он ей говорит Тогда общайся с папой А она Не согласна с ней Ей очень сложно С ней не согласиться С мамой Выразить свою несогласие Потому что Ну тогда она Получается теряет Второго родителя Вот И тогда может быть Как раз Есть задача Говорить О том что Мама У меня отношения с папой Я сама разберусь Это мои Давай мы Отношения с тобой Вот В любом случае Здесь вот Разделить Вот это Я бы разделила Ну да Хорошо Ну вот два пункта Если что-то нам сказать В третьем Что-то ещё добавить Ну мне кажется Здесь я просто думаю Вот Слушательница пишет Искреннее Нежелание Общаться с отцом Ну мне кажется И это нормально И может быть Наступить Это сейчас Вот такой период Может быть А потом У неё наступит период Когда она может быть Ну заметит что-то ещё Что было в отношениях С отцом И такая Блин я что-то хочу Общаться с ним Может быть Напишу И тогда уже может быть Ну может не получится Может получится Ну как бы здесь Прогнозировать Можно спросить маму Что она видит Полезного у отца Для неё Да кстати да Вот тогда Потому что здесь Не перечисляется То есть здесь Перечисляются аргументы мамы Что опирающиеся больше На такие Типа Всех надо прощать И Ну да Такие религиозные Догнозы Свои дети будут Поймёшь Но вот в целом Может быть Мать правда Что-то видит такое Ради чего стоит поддерживать Будешь с ним Здороваться Будут бабки у семьи Ну в целом Можно поздороваться Ну и этот разговор Тоже поможет Помочь Найти что-то В этих отношениях Ну да И их тоже разделить Что вот К тебе он относится Так Или наоборот Убедиться в том Что правда Вообще Нет Никакого И он Он особо Из вопроса Следует Что он особо Тоже не Не проявляет желания Не делает Для того Чтобы эти отношения Сохранить Поэтому здесь Просто как-то Вот разделить Но вообще Вот это вот Интересная Да Тема Когда Вот она говорит В детстве Меня даже посещали мысли Господи Лучше произвелись То есть уже тогда Ребенок оказался В контексте Которому Приходилось Вообще Задумываться О том Что ему нужно Как-то Разрулить Отношения Родителей Ну в этом случае Ну или выдерживать Напряжение Да То есть надо Их развести Ну чтобы они Разошлись Тогда станет Поспокойней То есть вот Она уже История Когда ребенок Включился В эти отношения Между родителями Пытался как-то Придумать Как их Получше Разрулить Ага Давайте дальше Да Поехали Препоследний вопрос Вопрос про то Как понять Что хочешь Быть родителем Уже когда После 30 лет Недавно Стало задавать Тебе этот вопрос Мне казалось Что я хотела Детей Но чем больше Я в терапии Разбираю Отношения Дети-родители И чем больше Смотрю на суету Молодых родителей Тем меньше Желания Иметь детей Кажется Что я испорчу Жизнь Невинному существу Потому что У собой Как и у всех Много травм С детства Как люди Решаются Заводить детей Такое ощущение Что Чем осмысленнее Подходить К этому вопросу Тем страшнее Мне кажется 30-40 лет назад Люди смелее Или менее обдуманно Рожали С какой стороны С какой стороны Подступиться К этому вопросу Буду рада Если у вас Есть мысли На эту тему Спасибо Ну что Дал бог Зайку Даст и лужайку Но я бы здесь Начала Прям с того Чтобы Понять Есть ли С кем То есть Ну то есть Вот Если Нет Какого-то Человека Рядом С которым Хочется Это сделать Ну тогда Этот вопрос Какой-то Не знаю Немножечко В пустоту Это знаете Про отношения Когда приходят Спрашивают Я хочу отношения Я говорю А с кем И тогда Вообще Ну Как-то По-другому Разворачивается Вопрос А что люди отвечают Ну по-разному Ну например Я еще не встретила С кем Я говорю Тогда Ну Тогда О каких отношениях Мы говорим Ага Ну прикольно Ну я в этом смысле Полностью поддерживаю Я просто хотел Знаешь Может быть Твой опыт Терапевтической Прикольной реакции Я подумал о том Что Если А если есть С кем То тогда Вот этот вопрос Мне интересно Обсуждается ли В паре То есть Слушай Я вот тут Думаю Что мне уже 30 Или там После 30 И думаю А надо мне Ребенка С тобой Или не надо Ты вообще Что думаешь Про это Вот И удается Является ли Эта тема Возможной Для обсуждения Между партнерами Если является То собственно Что бы не обсуждать Если не является То А чего То есть Может быть Правда Есть Какая-то боль Заряженность Опасение Что партнера Не поддержит Либо там Что он Агрессирует Либо он Спугается Либо он Скажет Обвинять Не знаю Ну вот Не знаю Что-нибудь еще То есть Есть какие-то опасения Что что-то Производит Если тема Поднимется В парных Отношениях Да Это как Первый пункт Наверное Второй пункт Я слышу Еще и Такую Тревогу Что Могу Нанести Какие-то Психологические Травмы Ну здесь Я что могу Сказать Психологов Много Разливающейся Индустрии Ну а так Что Все мы Во грехе Рождем Иногда Я знаю Можно продолжить Твою мысль Потому что Иногда Вот настолько Я встречал таких людей Которые Настолько Не хотят Не то что Не хотят А настолько Противоставляют Родительскую модель Как вели Их родители С ними Что они И этим Травмируют Своего ребенка То есть мне кажется Здесь очень важно Ну по каким-то Ощущениям Да понятно Что важно Подготовиться Ну как-то важно Не знаю Обучиться Наверное Тоже Родительству Потому что Это навык Но он приобретается Тем не менее Мне кажется С личным опытом И только Да Да И поэтому Вот И как пример Я смотрю на слой Тумы молодых родителей Чем меньше Желание иметь Ну у кого-то Ребенок кричит В магазине Валяется по полу И крутится А вот я допустим Мама всегда Когда мы Мимо таких детей Проходим Когда мы с мамой Там гуляем Она говорит Ну вообще Вы у меня были Суперспокойные С братом Ну то есть Вы не кричали Никогда И вот Ну как У всех по-разному У всех супер по-разному Супер индивидуально И поэтому Здесь Ну ориентироваться Там на Одних знакомых На других Но вы же не знаете Это вы со стороны смотрите А как у них внутри Это же непонятно Да Да А все мы в грехе Это сказала Потому что Ну мне кажется Невозможно Ну невозможно Жить Вместе В семье И чтобы никто Вообще там Никаких травм Не получил Но это Какая-то Утопическая Очень идея И ну как-то Их сильно Так вот И демонизировать И драматизировать Я бы наверное Не стала Еще Самоконтроль Может с ума сойти Мне кажется А у меня был Тоже вот Один из таких Примеров Вот может быть Когда Родители говорят Я Каким-то образом Узнал Мы узнали Что наш ребенок В каком-то там Возрасте Выпил алкоголь Покурил Что-нибудь там Запрещенное Попробовал Мы теперь Хотим его Посадить Ну в общем Там не знаю На цепь Вот То есть Но опасаемся Что это нанесет Ему какие-то Ну в общем Что мы перебарчиваем И вот там же Правда Очень много тревоги То есть С одной стороны Очень много тревоги Что их ребенок Станет допустим Зависимым С другой стороны Очень много тревоги Что испортится отношение Потому что они его ограничат И там Как-нибудь В общем Запрут Что он скажет Не родители у меня больше И до свидания Ну или еще что-нибудь Типа того И Вот это вот Такая же Дилемма Только может быть В менее очевидных случаях Возникает очень часто То есть А что мне сейчас делать Чтобы С одной стороны Реализовать Свою потребность То есть Перестать В данном моем Тревожиться Что мой ребенок Станет зависимым И в то же время Сохранить отношения Чтобы ребенку Было там условно Спокойно и хорошо Со мной И вот эта дилемма Что я Что-нибудь буду Постоянно делать Это будет все Ухудшаться 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 И потом превратиться Как снежный ком В то что у нас Отвратительнейшие отношения С ребенком Либо Если я ему буду Попустительствовать Он там В общем-то Закончит жизнь Очень быстро Это вот такая Мне кажется Очень распространенная Такая невротическая Идея у родителей Вот И тогда вот Может быть Наши слушатели Сказать об этом Что Как люди решаются Как они вообще Идут Зная Что их ожидает Такие выборы Как они Решаются Завести детей Зная Что им придется Сталкиваться С страхом За ребенка С злостью К ребенку С потребностью От Удовлетворить Свои потребности Там Чтобы была Тишина в доме И как-то Это совместить С потребностью Ребенка Который хочет Слушать рок В своей дыре Вот Мне кажется Ты говоришь Вообще О таких Вот ежедневных Жизненных Выборах В любых отношениях В том числе Там Межличностных В паре Отношениях То есть Это тоже Бывает Ну какая-то Может быть Сложная задача Как решиться Вообще На отношения И так же Ну то есть Это вот Жизнь Да Она так вот Устроена Мы рождаемся И даже Потом умираем И сопровождает Это нас Разные Выборы Тревожные В том числе Иногда Неудачные Ну да Ты почему-то Сейчас рассказывал Я представил Метафорический Какой-то поход В Африку Ну типа Ты идешь Но ты понимаешь Что у тебя там Месяц У тебя ты будешь Жить в палатке У тебя не будет Горячего душа Тебе нужно сделать Прививку от малярии Там куча Подготовиться Да Ну и ты же Готовишься к этим рискам Ну как будто бы Ну понятно Что ты ко всему Не можешь подготовиться Это супер Ну какая-то Лучше уже наверное Отношения Выходят То есть отношения С маленькими детьми С подрастающими С подростками Уже потом Со взрослыми детьми Вот И мне вот как раз Спасибо да Что вы это сказали Я думаю что Два Три момента Что Ко всему подготовиться И все предусмотреть Вот в этом походе В Африку Невозможно В то же время Возможно Посоветоваться Обсудить Подготовиться Узнать И взять Максимально Там Необходимые ресурсы Для этого похода В Африку И в третьих Надо думать С кем вы идете В этот поход В Африку Это про партнеров В первую очередь Естественно Хотите ли вы С этим партнером Идти в Африку И будет ли вам прикольно Преодолевать эти сложности С этим человеком Или он в пустыне За хлебом выйдет Либо вам надо Отойдет Пописать Вот в соседний оазис Вот И Кстати это тоже бывает Очень часто Да И тогда что вы будете делать Ну то есть Есть ли какие-то еще у вас Ресурсы Людские Ну то есть Как вы Вот вообще сейчас У вас жизнь обустроена Мне кажется Иногда страх Заводить детей Но я на себе тоже Это замечал Связан с тем Что есть сомнения В том Что В том Как я обустроил Свою социальную жизнь Вот как у меня Обустроена жизнь Ну Ее можно докрутить До невроза Что никогда Невозможно Даже если у тебя Уже заряжено Десять нянек Десять миллионов долларов И ты собираешься Ребенку Кажется все предусмотрел И все думаешь Блин А может быть Я недостаточно Еще подготовился Вот Но Вот здесь Может быть нянек С испанским надо Все-таки Да Может быть Надо всех нянек Уволить И взять Нянев Вот Кто знает Да Иногда бывает Другая история Когда так сильно Хочется в Африку Что Просто ты Быстренько Быстренько Собираешь рюкзачок И едешь И наслаждаешься Видами савантами Да Поэтому Вот В этом смысле Наверное Такие мои Размышления Ну чего Последний вопрос Да Ну А знаете Я Рассказывал Сашу Историю Про Есть же Разные совершенно Отношения К детям Вот там Где-то В Странах Где Принято Верить в реинкарнацию Там отношения К детям Ну В целом Пять Ну или там В странах Мультикультурность С низким уровнем Жизни Там принято Что много детей Рожать надо Чтобы половина Умерла Половина Выжила Да Даже такая фраза Есть Бог дал Бог взял Да Переродиться Во что-нибудь Хорошее Вот он же Может быть В красивое животное Может быть Тоже в человека Вот И там Вот такое отношение Где-то Принято О детях Очень сильно Беспокоиться В плане того Что я ответственный За то Какой Кем вырастет Мой ребенок И так далее Ну собственно говоря Я Это вот Как такое Некоторое Немножко Нарцитическое Мне кажется Решение Я ответственный За то Какой мир Вокруг меня Ну то есть Естественно Я что-то делаю Но вообще-то У мира есть Свои собственные Идеи Как А где-то Кстати нормативными Актами ограничены В Китае Например Больше Какое-то Ну какое-то Время нельзя было Больше Нового ребенка Заводить Да А где-то Ну вот Тоже есть родители Которые говорят Слушайте Ну я конечно Могу что-то делать Вот Ну вот я что-то делаю Но в целом Если он решит Что он хочет Заторчать И делать это Всю жизнь Ну заторчит И будет делать Всю жизнь Ну не будет У меня ребенок В какой-то момент Ну я вообще живу У меня нормальные Там отношения С друзьями С работой С партнером Ну будет очень грустно Я буду плакать Буду в трауре Несколько лет Мне будет сложно Переживать Что он так Ну как бы Ну а что я могу Поделать Ну есть предел Моего контроля Есть предел Моим возможностям Да И моего Всемогущества Да-да-да Поэтому Что он там Выберет Этот подрастающий Человек Да Я думаю Это еще одна Такая важная тема Это вот Ну Отделение И понимание Того Что это Другой человек Что вот Другой человек У него будет Другая жизнь Другая судьба Вокруг него будут Другие люди Может быть Даже не такие Как Нам хотелось бы Вам хочется Как родителям Да Это просто Отдельный человек Отлично Последний вопрос Про отдельного человека Так Ну что ж Мальчик Трех лет Проявляет Сильный интерес К своему члену Трогает его Несколько раз в день Отслеживает Его состояние Комментирует Что он Становится огромным Может смотреть Мультфильм С рукой в штанах Что порекомендуете Делать маме Как реагировать И почему Это с ним происходит В общем Все что вы можете Мне порекомендовать На эту тему Приму с благодарностью Спасибо Алёна Ты как Мать двух мальчиков Взрослых уже Совершеннолетних Ну Я могу От себя рекомендовать Не присоединяться К этому интересу Ага Как это расскажи Ну Не акцентировать То есть В этом возрасте А Чтобы не поддерживать Ну конечно То есть Мама здесь присоединяется К интересу Её сына Вот Изучает Ребёнок себя Да То есть Здесь он Понимает Что Происходят Какие-то изменения Для него Ну это Для возраста Такого Это вполне себе Нормально Ну и Ну Он так же Изучать Может Пальцы там Свои Руку Ногу Не сакрализировать Член Как нечто Особенно Достойное Внимание А я думаю Что если Как раз Будет К этому Обращено Особое Внимание То Может быть Какая-то Фиксация Ребёнка Вы пишете Но сильный Это Ваша Интерпретация Что значит Сильный Несколько раз В день Трогает Член Честно говоря В этом Случа Шутка Я тоже Я тоже Сильный Интерес До сих Пор Вот Но Мне он не кажется Сильным Просто Мой интерес Вот Такой Нормальный Да Говорю ли я иногда Что мы еще Садрец Акс Но в целом У меня нет Такой Особенности Вот Но У меня нет Такой особенности Но у меня Есть такое Видео Прикреплю В конце Подкаста У меня есть Ну И Вот Смотрит Мультфильм С рукой В штанах Ну в общем Короче говоря Тут видны Я предполагаю Что есть чувства Сильные у вас Там Волнение Тревога Но насколько Какие чувства Происходят у ребёнка То есть он Пугается Он говорит У меня огромный член Ну бегает И кричит Там не знаю В ужасе Там Говорит Мама Посмотри Что мне делать То есть Это одна история Вторая история Он Наоборот В спокойном состоянии Да Ну то есть То что он к нему Прикасается Или смотрит Мультфильм С рукой В штанах Можно объяснить Ребёнку Ну там Разницу В трёхлетнем Нет Попозже К четырём Пяти Может быть Годам Объяснить Разницу Между демонстрацией Скрытых Зон Человека В общественном Месте И в Домашнем Там Наедине И с Родственниками Да То есть Объяснить Им там Что дома В своей комнате Можно ходить В трусиках Или без трусиков В присутствии Там Мамы Бабушки Лучше одевать Эти трусики А в Лучше одевать Вот эти трусики Да В нашей культуре Так принято Да Объясняется Социальными Такими нормами Какими-то Культурными Обычьями А в Гостях Нужно точно Быть в штанишках Трусиках Там не надо Такие вот вещи Можно объяснить Но вот Пока Кажется Что он Всё-таки Достаточно Он иногда Комментирует Но всё-таки Не выглядит Каким-то Растерянным Испуганным Озабоченным Что Что-то С ним Не так Ну да И пугаться Здесь Ну ему же Не 13 лет Вот если бы Он в 13 лет Так вел Ну тогда Может Какие-то Поводы Для Беспокойства Есть Я подумала Что здесь Ещё важно Исключить Медицинский Момент Что Правда Там всё В порядке А Класс Давайте Это будет Третий пункт Что Может быть Если Сходить К врачу Или Посмотреть Может быть С него там Ну мальчиков Бывают разные Классно Реально Вот Да Может Что-то там Себе Повыградил Ну Или Уже Было Что-нибудь Не так Да Ну что Класс Все рекомендации Про отношения С членом Трёхлетнего Ребёнка Мы дали Членом Семьи Ты имеешь Ввиду Да С членом Семьи С трёхлетним Семьи Я к формальной части Да Расскажу Быстренько Нас можно слушать На iTunes Подкастах Также Spotify Вне России SoundCloud Google Подкасты ВК YouTube Яндекс Музыка Платформа Казбокс Мы появились Кстати На Литресе Тоже Там можно Послушать Если у вас Есть приложение Литрес Слушайте Книги Слушайте Подкаст Сдавайте Ваши Вопросы В выпуске Будущие На сайте Трипункта Точка ком Подписывайтесь На социальные сети Все Инстаграм Телеграм Все Полезные Ссылки Мы оставим В описании Да Алена Спасибо Было здорово Поговорили Прекрасно Да Ну что Всем пока Да Хороших Детскровительских Вношений Пока 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 Стрепункта Пока Стрепункта Пока Стрепункта Пока Стрепункта